Раньше, чтобы организовать досуг для детей дошкольного возраста, местным жителям деревни Ликино приходилось возить своих малышей в Одинцово. Теперь же такая необходимость отпала. Ольга Кобецкая преподнесла благодарственные письма тем людям, без которых это долгожданное событие не состоялось. Мы действительно очень благодарны людям, которые нам помогают. Таких людей очень много. Это и простые жители, это и мамы. И, конечно же, очень важно, когда помогает административный ресурс. И надо признаться, что и администрация, и наши депутаты всегда откликаются на все наши просьбы и всегда, скажем так, помогают нам и поддерживают нас. Почетный житель Жаворонковского поселения Вячеслав Киреев пришел поздравить всех гостей праздника с открытием развивающего клуба и преподнес небольшие сувениры в надежде на то, что его подарок станет символом удачи для нового, уютного и комфортного дома. Вот это будет символ, наверное, этого учреждения. И вот, и Николай, внимание. Поздравления прозвучали и от местной администрации. Всех вас, ваших детей, гостей, кто сегодня приехал посмотреть, от имени главы сельского поселения Жаворонковского Светлана Николаевна Деяс, от всей нашей администрации поздравить с этим знаменательным событием. С очень трогательным номером выступили выпускники клуба из вокального ансамбля «Песенка». Потому что мамочке мы запели песенку, песенку такую, ля-ля-ля, песенку красную, ля-ля-ля. Вот и наступил самый волнительный момент – разрезание красной ленточки. После чего дети и их родители небольшими группами могли пройти в помещение и посмотреть, как проходят мастер-классы художественной студии, группы раннего развития и открытый урок по танцам для малышей. Я очень рада, что сегодня мы открыли детский клуб «Лесенок» в отдельном помещении, потому что до этого момента, 4 года, мы существовали в театральном центре Жаворонки. Там тоже очень хорошо, очень уютно, но мало помещений, поэтому мы не могли предоставить столько разных занятий для малышей дошкольного возраста. Мы были вынуждены делиться и со старшими ребятами. А здесь эти помещения, они только для малышей, поэтому здесь мы можем сделать удобное расписание и для детей, и для взрослых, чтобы они могли водить к нам детей. Маленький Витя пришел в клуб, когда ему исполнился один год. Сейчас он добился больших успехов в художественном чтении. Нелегко считать цыпляток, их у курицы десяток. Этот вот забрался в таз, это раз. А другой полез в дрова, это два. В клюв лягушку не бери, это три. А четвертый спрыгнул в ябу, уморить он хочет маму. В лужу даровит опять. А для того, чтобы клуб долго радовал детей и родителей, был приглашен священник. Он окропил помещение святой водой и прочел молебен на начало доброго дела. На улице праздник продолжался. Малышей развлекали аниматоры, ну а родители в это время могли записать своих детей на различные занятия. Мила Тарасевич, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.